Добрый день, уважаемые читатели! Центральная городская библиотека имени Михаила Васильевича Ломоносова предлагает мастер-класс по рисованию гуашью. И сегодня я предлагаю нарисовать нам вот такую красивую композицию весеннюю с тюльпанами в чайнике. Для этого нам потребуется гуашь нескольких цветов белый, синий, желтый, красный, зеленый и коричневый. Водичка, листочек А5 формата, это половинка А4. Кисточки нескольких размеров и салфетки, чтобы вытирать кисточки или руки. Итак, начнем мы наш рисунок с того, что сделаем разметку, чтобы нам было удобнее ориентироваться. Я возьму немножко синий гуашь и разбавлю ее сильно водой, чтобы сделать разметку, которую можно будет легко закрасить в дальнейшем. Мы обозначим примерно уровень стола, поверхности, на которой будет стоять наш чайник. Дальше мы отметим высоту нашего чайника. Примерно вот такой высоты чайник наш будет. Для удобства нарисуем серединку. И примерно от руки отметим наш вот такой вот чайничек. Не забываем, что чайник у нас имеет объем. И также мы обозначим у нашего чайника будет носик и ручку. Примерно вот так вот мы разметили. Сейчас мы возьмем кисточку побольше. Я предлагаю сделать голубой фон. Для этого мы возьмем белый цвет и добавим в него синий или голубой. Сделаем светлый фон и закрасим все наше пространство вокруг чайника. Да, то есть могут оставаться какие-то белые проблески. Да, пусть этот фон будет какой-то интересный. Можно немножечко побольше сделать. Я это делаю большой кисточкой. Да, можно сделать этой кисточкой поменьше, потоньше. Так, ручку я пока закрашу, потом я верну. Да, смотрим, чтобы уровень стола у нас совпадал с двух сторон. Вот так примерно. Теперь мы возьмем коричневый цвет и тоже его смешаем с белым. Это будет у нас поверхность стола. Я вымываю кисточку, буду ее же использовать. Так, мы возьмем коричневый, опять мы добавим белый и закрасим уже нижнюю часть нашего рисунка. Примерно так. Что мы делаем дальше? Дальше мы с вами будем закрашивать наш чайник. Для этого мы возьмем красный цвет. Можете взять розовый, да, или какой-то другой. У меня будет чайник красного цвета. И этим цветом мы закрашиваем наш чайник. Значит, я беру кисточку, опять же, побольше. Вы можете взять тот размер, которым вам будет удобнее работать. Объем, в принципе, можно корректировать, если вам кажется, что чайник сильно маленький или наоборот. Так, также закрасим носик. Тихонечко пошире. И рисуем ручку нашего чайника. А сейчас можно взять кисточку поменьше. Если какие-то нервности остались, это все можно сделать. Угу. Что мы делаем дальше? Дальше нам нужно добавить объема к нашему чайнику. Для этого мы сейчас возьмем тот же самый цвет, но добавим к нему еще немножечко коричневого. И цвет получится более темным. Поэтому я добавляю в тот наш красный цвет немножко коричневого. Кисточку сменю, возьму побольше. И пройдусь по правой стороне нашего чайника и немножечко подтемню часть, на которую падает меньше света. Вот так мы немножечко подтемним наш чайник. С одной стороны носик, снизу и ручки. Почему она сделает такой, да? И выделить как будто бы носик. Так, а другую часть наоборот высветлить, да, и добавить неких бликов. Для этого возьмем белый цвет, да, и этим белым цветом пройдемся вот этой, по левой, получается, стороне нашего чайника. Так, и носик тоже подцветим. Так. Еще можно немножечко ручку. И немножечко, да, краски смешать между собой. Вот тут добавим еще красный. Немножечко. И тут потерялся немножко. Так. Что мы делаем дальше? Дальше мы, получается, чайник нарисовали. Теперь мы отметим, да, некие отверстия в нашем чайнике, да, коричневым цветом. Вот здесь вот на носике. Вот и вот здесь вот, да, тоже отметим отверстия небольшое. Можно сразу нарисовать тень от чайника. Возьмем коричневый-синим. И распавим водичкой. Вот немножечко. И сразу добавим тень под наш чайник, который будет уходить в бок. В правую сторону. Немножечко ее. Так. Оставляем, да. Что мы делаем дальше? Дальше мы приступаем к рисованию непосредственно самих цветов. Значит, мы возьмем зеленый цвет. И также нам потребуется сейчас желтый. Мы прорисуем для начала листочки, да, у наших тюльпанов. Возьмем зеленый. Можно добавить к нему сразу желтый. Листов будет не очень много. Смотрите, расположите их сами, как вам захочется, да. Но можно сделать их не очень много, да, допустим. Здесь вот какой-то. Один листочек. Сюда какой-то они уходят. Так. Ага, так. Допустим, тут тоже, да, какой-нибудь один, пусть будет. На эти листочки можно добавить желтого цвета. Немножко подсветить, будто бы. Сейчас мы будем размещать тюльпаны. Для этого мы возьмем красный цвет. Кисточку я беру потоньше. Можно взять, в принципе, того размера, который вам удобен. Сейчас нам потребуется два цвета. Красный и белый. Значит, можно тут вот в промежутках попытаться, да, разместить наши цветочки. Пустим, пусть будет один вот здесь. Так. Делаем их более вытянутыми. Так. Продолжение следует... 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 и в целом наша работа готова спасибо большое за внимание и надеюсь у вас тоже все получится